...нет, и что нужно всё время идти вперёд. Жану Море нравится экипажей эпохи Людовика XIV. Закончены съёмки картины «Железная маска». Это последний фильм Анри Декуэна, в котором снялся артист. Здесь Жан Море смог проявить себя как большой мастер, способный сыграть любую роль. Он отказался от услуг профессиональных каскадёров. Многие актёры играли роль Д'Артаньяна, но благодаря этому герою Александра Дюма Жан Море создал образ рысаря плаща и шпаги, который, как и Фан-Фан Тюльпан, презирает опасности и верит в удачу. Возможно, в этом и заключается главная особенность характера господина Де Батца, гасконского дворянина и офицера. Если я готов рисковать, так это потому, что мне нравится преодолевать страх. Если ты соглашаешься сыграть роль, в которой приходится подвергать свою жизнь опасности, значит, ты готов это сделать. И мне это кажется вполне естественным. Капитан, режиссёр Андрей Юнибель, 1960 год. Вы занимаетесь спортом? Нет, я никогда не занимался спортом. Я боюсь спорта. Боюсь любого физического упражнения. Мне это не нравится. Знаете, мне кажется, что моя судьба была благосклонна ко мне. Наверное, она так подумала. Если этот бедняга Море начал стареть, значит, ему нужно дать такие роли, в которых ему придётся двигаться. Пусть двигается в кино, если он отказывается от физических нагрузок в жизни. Это удивительно смелый человек. Капитан, режиссёр Андрей Юнибель, 1960 год. Человек-слово. Вы не имеете права осуждать короля, не выслушав его. Замолчите. Это король вам приказал явиться сюда, чтобы привлечь нас на свою сторону. В чём вы обвиняете короля? Он слишком молод. Ему приходится бороться со всеми. Жизнь капитана, пришедшего на помощь королю, находится в опасности. Ровно за сто лет до того момента, как Жан Море познакомился с Жаном Кокто, Рудольф Тюфе написал «В путешествии зигзагом». Очень жаль, что опасность является такой опасной штукой. Но без неё мы никогда бы не смогли испытать ту радость, те сильнейшие эмоции, которые переполняют наше сердце в момент её преодоления. Тогда возникает вопрос, может быть, Жан Море, который рисковал всю свою жизнь, который заигрывал как с любовью, так и со смертью, таким образом вызывал в себе те самые эмоции, которые заставляли его сердце биться чаще, чем бьются сердца других людей. И эти сердечные порывы облегчали его страдания, разгоняли его тоску. Актёр любил говорить «Я всегда прислушивался к своему сердцу, потому что оно – символ жизни». А потом добавлял с притворной беспечностью. Я не боюсь смерти, наоборот. Я бы хотел увидеть, как я умираю, чтобы понять, хорошо ли я сыграл на экране все свои смерти. Обычно я не тренируюсь и не репетирую. Даже опасные трюки я не репетирую. Чаще всего для выполнения этих трюков приглашают каскадёра, который репетирует вместо меня. Я внимательно слежу за ним, он даёт мне советы. Я смотрю, что и как он делает, чтобы избежать опасности. А потом мы сразу снимаем тремя или четырьмя камерами, чтобы потом не делать несколько дублей. Этому разносторонне одарённому артисту, суперталантливому творцу удалось с удивительной искренностью выразить себя именно в фильме «Фантомас». В картине «Фантомас» меня впервые дублировал каскадёр, потому что в этом фильме пришлось снимать свободное падение. В этой ситуации речь шла не о любви к риску, не о желании проявить свою смелость, а о филигранной технике и специальных навыках, которыми я не владел. Поэтому Жилю Даламару пришлось заменить меня в воздухе. Нужно нажать вот на эту кнопку. Давай, Примиль, надень это на спину. Давай. Отлично. Прекрасный костюм, правда, немного коротковат. Костюм короткий. Да, короткий. Да. Из самолёта будешь выпрыгивать так, как мы это делали на репетиции. Это мой первый прыжок. Не пугайся ветра. Когда выпрыгнешь из самолёта, тебя будет относить ветром. Скорость ветра около 70 километров в час. Прекрасно. Сядешь вот так, поставишь ноги сюда, будешь держаться рукой. Ветер будет дуть тебя прямо в лицо. Потом возьмёшься второй рукой и примешь вот такое положение. Смотреть надо вперёд, прямо перед собой. Присядешь и прыгнешь, прогнувшись назад. Ноги выбрасываешь назад. Ноги назад. Попробовать хочешь? Да, хочу. Вот так. Помни о скорости ветра. Хорошо. Хватай себя второй рукой. Я берусь левой рукой вот здесь. Да, правильно. Я берусь левой рукой. Я берусь левой рукой. Я берусь левой рукой. Исключение иногда подтверждает правила. Так и случилось в 1966 году на съёмках фильма Кристиана Жака «Святой выходит на след». Жан-Амаре дублировал «Жиль де ламар». Машина, за рулём которой сидел этот известный каскадёр, несколько раз перевернулась. Жиль де ламар, которому раньше приходилось выполнять куда более опасные трюки, в этот роковой день получил травмы, несовместимые с жизнью. Жан знал, что там, наверху, кто-то есть. Возможно, Бог, иначе он бы не стал так рисковать. Он считал себя неуязвимым. Когда умер Жан-Кокто, Маре сказал, «Теперь я буду лишь делать вид, что живу». И мне кажется, что с этого момента он стал более ранимым, более уязвимым. Когда Кокто был жив, Маре был рыцарем способности.